Это очень важно. Почему? Потому что онкология подразумевает несколько видов методов воздействия на опыт. Это не только хирургический этап, и химиотерапия, и мучевая терапия. И поэтому здесь получается как завершенный цикл. Не хватало хирургического отделения или специализированного логического диспансерия. Вот в Северный день борьбы с логическими заболеваниями, он уже отключается на один год. Ну, и задача основная этого дня, чтобы привлечь общественность к проблеме онкологического заболевания. Почему? Потому что действительно большое количество людей страдает этой патологией. И на сегодняшний день количество онкологических больных увеличивается во всем мире, в нашей стране, в нашей области. И в среднем это происходит на 2-3%. В среднем, при некоторых фонтализации, прирост более заметен, ощутим. Но это связано в первую очередь с увеличением продолжительности жизни населения планеты. И чем старше логовый может возникнуть в любом возрасте. Но вместе с тем, все-таки, это болезнь, мы знаем, в основном, для жилых людей. Это связано с теми процессами обменными, которые происходят в процессе старения в организме. И, в нашем случае, такое мнение, что человек мог бы, любой человек мог бы дожить до своего рака, если бы не умирал от других причин сердечно-сосудистой патологии, которые наиболее частые причины. Если говорить о факторах риска, то, в принципе, вот все часто встречающиеся заболевания, в том числе и сердечно-сосудистые, и аналогические, у них мог бы общего в таком плане, что в основном страдают люди, склонные к ожирению, с нарушением, с вредными привычками. И если мы говорим, что если бы люди сейчас отказались от курения, то в ближайшем 10-15-20 лет можно было бы снизить значительно заболевание сороколевых, например. Поэтому, по данным Семерной организации кровохранения, треть опухолей можно было предупредить, если бы люди соблюдали определенные правила. Когда мы говорим о здоровом образе жизни, то это не пустые слова. И всеми проблемами, которые у нас возникают в процессе жизни, в принципе, человек обязан сам себе. И если мы говорим о рациональном питании, то уменьшение количества жиров в рационе, увеличение свежих овощей и фруктов в рационе повышения, доля их, будет способна снижению заболеваниям сомнениями, например, уколи, желудочно-кишечного брака, пищевода, желудок, водочного кишка, желудочного железа. Поэтому ориентирование населения на здоровое образование для онкологов тоже имеет определенное значение, потому что первичная коллекция, она действительно могла снизить заболевание. Если мы говорим о ранней диагностике, а ведь успех лечения, логичный, больно, зависит от ранней диагностики. Чем раньше диагностика лечения, тем больше шансов на хороший результат лечения. И здесь мы можем добиться почти 90% хорошего результата при условии ранней диагностики внутренней молочной железы. И на сегодняшний день у нас в области скрининговой программы поиска о придуманной патологии радио рака. Она проводится на протяжении нескольких лет и включает в себя, ну и начинается с самообследованной молочной обучения, женщин, медозки самообследованные. Мы говорим о регулярном посещении специалистов-мамологов, регулярном посещении. И с определенного возраста проведение мамографии, потому что это, на сегодняшний день, один из заиболее действенных таких методов диагностики у кулинорадной стадии небольшого размера, тогда как вам можно обойтись экономными операциями и добиться хорошего в той и той и той части. У нас в области в этом году мамографии прошли более 150 тысяч женщин. В прошлом году было их 130, в этом году 150 тысяч. И 18% выявлены патологии, которая заставляет, опять, это не рак, но это патология, которая заставляет более внимательно относиться женщин к своему здоровью и посещать регулярно специалистов-мамологов. И около 500 человек у нас, у 500 человек активно было бы именно у кулинорадной стадии, в том числе и на ранней стадии. Конечно, вот это очень так, показатели неплохие в этом плане, вот с полицией ранее, в области. Если это лечение, то на сегодняшний день в специализированных учреждениях вообще онкологический больной должен лечиться в специализированных учреждениях. И поэтому очень важно то, что здесь сейчас открывается хирургическое отделение. Я уже говорил, начну с этого. Потому что успехи и результаты лечения в онкологических диспансерах, они несколько лучше, чем если больной получил лечение в общей сети хирургических стационарах, не онкологического профиля. Потому что здесь очень важен комплексный подход к терапии рака. Это не только операцию выполнить, но еще выбрать, правильную схему лечения, лекарственную. Это может быть лучевая терапия, дополнение к этому методу гормонотерапии и так далее. И самое главное, что больные онкологические теми пожития стоят на учете. Это диспансерная группа, которая в последующем находится на постоянном учете, обследование, контроле и так далее.